Здравствуйте! В эфире Электрогорское телевидение и прямо сейчас о новостях нашего региона. Правительство Московской области принято решение о создании в регионе государственного казенного учреждения, дирекция дорожного строительства. Учреждение будет отвечать за подготовку территории под строительство и реконструкцию, выкуп земельных участков, осуществлять функции государственного заказчика по проектированию и строительству автомобильных дорог Московской области регионального или межмуниципального значения. Создание дирекции позволит оптимизировать процесс строительства, реконструкции и проектирования автомобильных дорог Московской области, а также повысит эффективность управления инвестиционными проектами. Разделение функции перспективного планирования и текущего управления позволит добиться сокращения сроков строительства автомобильных дорог и объектов инфраструктуры на территории области, заказчиком по которым выступает Главное управление дорожного хозяйства региона. В декабре планируется утвердить устав дирекции и внести необходимые изменения в госпрограмму Московской области развития и функционирования дорожно-транспортного комплекса. Более 50 электропоездов, соединяющих Московскую область с соседними регионами, в 2015 году оборудуют Wi-Fi. Оборудовать поезда, которые принадлежат Центральной пригородной пассажирской компании, планируют в следующем году. Это 50-56 поездов на межобластных маршрутах, те которые следуют в Калугу, Тулу, Рязань. Всего же в сети перевозок участвует 400 поездов. Одна из технологий с использованием мобильной связи уже протестирована на маршруте Москва-Рязань. Вторая технология радиосигнала будет протестирована в начале декабря. 20 ноября в электростале в Центре культуры КСК «Кристалл» прошел зональный тур областного смотра творчества ветеранских организаций Московской области, организованный областным советом ветеранов. В мероприятии приняли участие организации 12 муниципальных образований, в том числе из Электрогорска. На осмотр, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, под девизом «Войны и священные страницы, навечно в памяти людской» прибыло более 400 участников. Наш город был представлен в четырех номинациях. Исполнил две песни вокальный ансамбль «Родная песня». Выступил Юрий Бодров в номинации «Сольное исполнение». Из щитцов представлял город Михаил Шариков, а в номинации «Связь поколений» семейный инструментальный ансамбль «Елецкие кружева» посвятил свое выступление отцу, деду и прадеду, исполнив произведение «Эх дороги». А перед началом Мария прочитала два последних письма с фронта своего деда, погибшего в 43-м году. «Так вот, дорогая гранина, сохрани письмо на память, да не горюй, живи. Если буду жить, скоро снова начну. До свидания. Целую, дорогие мои, целую всех. Горячо любящий вас муж и отец. 4 июля 43-го года. Это было последнее письмо жене и четверым сыновьям. Вскоре Владимир Александрович погиб в жесточайших майор и пропал без вести». Выступление наших коллективов было принято очень хорошо. Это можно было судить по реакции зрителей в зале. Среди наших номинантов, по предварительным данным, пока еще не обнародованным, это будет известно более поздно, когда пройдут еще воскресенские города там и нам сообщат результаты. Но было сказано, что мы в числе призеров по двум номинациям. Это связь поколений, ансамбль «Елецкая кружева» и солист Бодров Юрий Анатольевич. Анатольевич. Окончательные результаты будут известны весной 2015 года. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания.